Раньше другая была экология, Тарас, и как следствие другая генетика у людей более сильная, более крепкая, более лучше. Так как мы в результате нескольких поколений влияния уже последствий цивилизованного, вторжения цивилизации в мать-природу, то более хилые поколения сейчас рождаются, но при этом более, скажем так, башковит, если так можно выразиться. Потому что именно я не хочу сказать, что люди глупые были в начале 20 века. Нет, они были просто необразованными, у них не было большинства, не было доступа к знаниям. И так как они трудились на земле, то вы знаете, на земле, вот как в деревне было, там же ее не бросишь. Даже в санаторий уехать у меня бабушка не могла, потому что корову каждый день надоить было. Ну вот ее буквально каждый день надо доить. Ее так нельзя оставить, ее надо кормить, за ней убирать. А кроме коровы там другого, и так у всех. И поэтому, когда учиться? А еще нарожали там кучу детей, потому что дети нужны как физическая сила, чтобы за хозяйством там помогать и так далее. То есть они как бы были заложниками вот этого аграрного такого образа жизни, что без образования, тяжелый труд и привязаны к месту. То есть мобильность малая. Сейчас же человечество другое. Сейчас человечество более урбанистическое, скажем. Сейчас оно не на земле в городе. В основном горожане уже начинают преобладать, ну по крайней мере в европейской цивилизации, которую мы современную полагаем, европейскую цивилизацию. И более химым здоровьем стали, но при этом более образованные. То есть физический труд, физические нагрузки в наши современные организмы не могут вынести, такие, какие выносили люди, рожденные в начале 20 века, но при этом наша нервная система, наш мозг стал более устойчивым к стрессам, и мы более крупные объемы информации можем переваривать и оперировать ими. И это факт. Потому что работая, даже вот есть исследование, у меня коллега один из Израиля, он рассказывал, что по аналогии среднестатистический астролог оперирует таким объемом информации, который сопоставим с доктором наук, ну скажем, в обычной науке официальной. Это обычный астролог, а не обычный, который исследователь, который первооткрыватель, который проводит какие-то там новые методы исследования, проводит, находит. Это уже уровень, наверное, академика, или по этой же градации идти. То есть объем информации, которой приходится оперировать обычному астрологу, колоссален. А для того, чтобы ей оперировать, надо иметь, ну скажем, соответствующую работу серого вещества. Поэтому я как бы вывод такой делаю, что для каждого времени, еще раз повторюсь, свои герои и свое место для своего подвига, и в своем, скажем, нише. Поэтому эра водолея – это водолей – знак. Это интеллектуальный, знак математики, знак независимости, знак равноправия, знак свободы. И соответствующие люди должны быть подготовлены к нему. То есть вот если брать сто лет назад, когда там больше, когда народовольцы убивали царей и пытались через этот террор красный как-то людей сделать свободными, то есть посыл там, а их крестьяне сдавали жандармам, то и объяснялось, что люди были необразованные, несвободные, неграмотные. Какая эра водолея? Какие там им… Человечество было просто не готово это принять. Поэтому период Советского Союза, который вот 108 лет длится, он и был, скажем, таким вставочным нейроном, если медицинскую терминологию сказать, то есть посредником между эпохой царизма, скажем, затюканности масс таких необразованностей, и эпохой эры водолеек свободного творчества интеллектуального такого образования, ну, то есть человечество интеллектуально образованное. Но переход, он, видите, почему была гражданская война и так далее? Потому что все революции, то есть человечество ленивое, оно не хочет развиваться. И его принудительно всегда через какие-то вот такие события, когда приходит новая эпоха, она как бы принудительно тянет людей в следующий класс обучения. А люди сопротивляются, говорят, а мы не хотим, мы хотим жить при монархии, при батюшке-царе, а там быть полуграмотными и так далее. Но пора стать более зрелым, более взрослым. И поэтому я не то, что я не оправдываю те перегибы, которые были, когда советская власть пришла. Она не только с этой стороны. Ведь благодаря тому, что здесь, на территории, вот где Советский Союз возникла, ну, после царской, скажем, монархии возникло социалистическое государство, капиталистический мир также стал развиваться. Потому что началось противостояние с социализмом. А для того, чтобы противостояние, это что? Это военное противостояние. А военное противостояние, это что требует? Требует научных открытий, новых вооружений, видов и так далее. А кто это будет делать? Крестьянин какой-то от Сахи будет придумывать новые какие-то технологии? Нет, это должны придумывать ученые. А где их взять? А чтобы взять ученых найти, надо массово сделать образование. Чтобы, как бы, просив больше был, чтобы найти из большего количества претендентов, выявить те гениев, тех, которые будут придумывать там. И вот на фоне вот такого военного противостояния, социалистического лагеря и капиталистического, обоюдное шло, ну, скажем так, рост уровня образования. То есть, это все, как бы, процессы управляются сверху. То есть, конечно, там чуть-чуть могла ядерная война произойти, но именно вот этот момент, когда чуть-чуть сверхцивилизации, которые нас контролируют, они, скажем так, чудесным образом как-то там оберегали человечество от этих глупостей. Но суть в том, что в итоге за эти сто лет, которые прошли, человечество шагнуло, колоссальный шаг сделало. Ведь даже вот, Майкл, ваши, допустим, там предки или мои, какое было образование? Это редко у кого было высшее образование там в конце 19 века. Не, ну, были, конечно, тогда профессора и так далее. Но это единицы были. А массово, чтобы вот так взять, и все соседи у нас тут в нашем доме имеют высшее образование, например, ну, как минимум, среднее 100% все имеют. Такого при царе мечтать никто не мог, чтобы там на селе все были средние образования. Там, дай бог, три класса, чтобы были, то это уже писарем будет там где-то в совете этот человек. Вот посыл в этом. То есть в том, что эра Водолея грядет, и то, что идет, и однозначно, что новый этап в 2025 году, как я понимаю, будет легализация астрологии, именно легализация как науки, как признание ее. То есть этот срок, он соответствует вот именно тому, как народовольцы за 36 лет до Великой Октябрьской революции, ну, скажем, заявили о себе, то есть началась фаза разрушения монархии, началась тогда. Так же и сейчас. Разрушение Советского Союза, но в это время вышло на поверхность астрологию. И этот цикл, он виден, я вижу, как я занимаюсь астрологией профессионально, я вижу, какое у нас ядро, какие гении есть астрология, какие люди, какие знания у нас идут, открытия. И я скажу, что это, оно накапливает такую массу. Смотрите, вот, например, мы уже можем прогнозировать политические выборы. Это же, причем, на уровне, я уже сказал, там, пятиклассника, может, то есть элементарно. Это, представляете, какой инструмент понимания, допустим, что будет, вот любые выборы берите в Европе, там, и можно сказать, кто победит, и соответствующие рынки куда развернутся, потому что, ну, какие, грубо говоря, лоббируют интересы этот тот или иной кандидат. То есть уже можно заранее, грубо говоря, если крупные инвестиционные фонды, если бы там руководители были там, ну, рано или поздно станут разумными, имели бы астрологически целый был центр, они бы даже понимали бы, что там победит Трамп. Раз Трамп победит, значит, смысл есть купать эти бизнесы, которые он будет лоббировать, понимаете? Ну, логика такая. А все думали, что Клинтон победит. А я даже больше скажу, что эта пропаганда, что победит Хиллари Клинтон, когда 80% средств массовой информации, это внушили массам эту информацию, для чего? Так как раз-то, чтобы купить за бесценок те акции, потому что все же тоже думают, о, Клинтон победит, будем покупать то, что Клинтон лоббирует. А фактически скупка была, ну, я не удивлюсь, скажем так, если это так было на самом деле. То есть такая многоходовочка, как ты, Борис Николаевич. Вы знаете, я, будем так говорить, немножечко в теме, я не то что думаю, я абсолютно точно знаю, что все процессы, которые происходят на биржевых рынках, это и есть спекуляция и манипуляция. Естественным образом людей вводят в заблуждение для того, чтобы... Чем больше людей обманут, тем больше заработает меньше. Тем больше заработает меньше, без сомнения. Более того, к сожалению, наживаются на каких-то очень таких негативных событиях, экстремальных событиях, террористических акций каких-то, потому что, ну, так сказать, знали. И астрологи, там, можете не сомневаться, тоже есть. Тоже есть. Сейчас идет война, я ведь 20 лет, как бы, так сказать, участвую в этом процессе. Я вижу, сейчас идет война, ведь не... Там не люди сейчас участвуют. Если когда-то, мы видали, биржу показывали, огромное количество людей кричат, орут... Бумажки просто. Бумажки, там усилен пол, там надо потом целый пол уборщиков убирать все это дело. Сейчас там нету людей, вообще никого. Одно место, это называется Флора, на полугода. Вот такое место стоило... Знаете, сколько стоило такое место? Оно стоило, ну, где-то... В разные, конечно, годы, по-разному оно стоило. Но стоило где-то полтора миллиона, чтобы иметь право переговорить через... Единновременно или в месяц, или как там? Нет, надо было заплатить за это. Один раз? Один раз надо было заплатить. Это вступительный взнос. Я читал книгу одного... Ну, на английском языке, естественно, на одного человека, который... Это автобиографическая книга. И он об этом рассказывал. В свое время устраивались чемпионаты. Было такое время, когда устраивались чемпионаты мира по трейдингу. Это было очень интересно. Он там участвовал. И он практически был чемпионом мира. Но это было буквально очень много факторов. Там нельзя определить, кто действительно... Но вот он был, как это, пару лет, он был чемпионом мира. И он рассказывал, как он стал этим брокером, который был на полу. Так вот сейчас этого нету ничего. Людей живых, допустим, хотя этого нету. А там... Ну, есть, но очень мало. А там идет война программ и компьютеров. Причем не эти компьютеры, которые там у нас в магазинах продаются. Или которые строятся там. Компьютеры и все эти чипы, которые там стоят, они настолько серьезные. Их нету в ритейл. Они в промышленном производстве. Где-то они есть. Ну, сами понимаете, существуют структуры, где... Так вот, там есть компьютеры, которые, может, себе представить, подключены к компьютеру центрального банка. То есть, там вообще полная защита. Там, как в космосе, больше, чем в космосе, защита. И есть, оказывается, компьютеры. Какой-то сбой программ. Можете себе представить, что может привести, к чему может это привести. Я в процессе, я был. Я был реально, два или три раза я был. Это кошмар. То, что там происходило. Когда в течение минут это все. Это все называется спекуляцией. И, естественно, то, что вы сейчас говорите, и вот эта политическая борьба, она была предопределена, естественно, ну, кем-то, чем-то. Мы этого не знаем. И, опять же, радиостанция не несет никакое ответственность на мнение гостей в эфире. Не всегда согласны с этим мнением. Поэтому это все очень и очень вещь сложная. Андрей, ну, мы, наверное, уже подошли к нашему завершению нашей программы. Заранее прошу прощения за тех тем, у тех людей, которые, хотя слушают только Андрея Бухарина, а не хотя слушают, как они называют, ведущего. На всякий случай ведущего по совместительству. На всякий случай. Вообще-то, говоря, я руководитель Сандра Сангейс, немножко об этом вещах тоже разбираюсь. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что все наши программы, я имею в виду программы, которые ведутся на Сангейс-радио, и те люди, которые участвуют, это всего лишь информация. Как вы распорядитесь, дорогие наши друзья, этой информацией, дело ваше. Нравится, не нравится, это детский сад. Да не нравится мне этот Брежнев был такой. Мне нравится не ехать. Это у каннибалов в этом самом. Мне где-то там было. Поэтому это же дело такое, выключите, ну и все, и что вам. Зайдите на сайт рассветсириус.ком. И там Андрей Бухарин во всей своей красе один будут вам все рассказывать. Ну я раз в месяц вещаю во всей красе. Просто с Майклом хочу добавить, хорошо как бы, Майкл у него талант раскрыть тему разговора, потому что когда ты общаешься вот на вебинаре, вот я общаюсь сам с собой, глядя в камеру, очень трудно раскрыть, ну, просто в диалоге всегда легче. Я, допустим, сейчас рассказал некоторые вещи, которые я даже и не предполагал, что я буду рассказывать в начале вот этого. А на вебинаре всегда рассказываешь то, что предполагаешь, потому что по списку так, пункт один, это рассказывает, пункт два. Мы даем информацию, дорогие друзья, эта информация может быть вам полезна. И лишний раз я хочу подчеркнуть то, что астрология – это действительно наука. Она уже вышла из-под поля, это понятно. Легализация ее, как Андрей, вы говорите, в 25-м году, это будет здорово, замечательно. Сегодня, кстати, в загоне продолжает оставаться, вот как я слежу, вот такие вещи, типа эзотерические, как сейчас модно стало называть, все вещи, включая в эту астрологию, парапсихологию и так далее. Но это же нормально. Это когда-то было и было у многих людей на Земле. Ну, вот мы пытаемся идти в духе времени. Ну, вот, кстати, Майкл, да, согласен. Хочу сказать, что я-то начал изучать астрологию именно с 1989 года, как раз с фазы распада Советского Союза и с выхода астрологии на поверхность, причем в армии начал изучать. То есть, уже появились тогда, вот я помню, в «Науке жизни» было приложение такое уранье, и там публиковались статьи и так далее. То есть, вот, кстати, это действительно цикл очень интересный. То есть, аналогия с народовольцами, но такая, более высокой октавой. То есть, никто здесь не собирается застрого по пути народовольцев идти, разрушать, ну, скажем, физически там, как они действовали. Но здесь будет интеллектуальная, скажем так, реформа идти. То есть, более высокий уровень уже, понимаете, когда, вот, когда, например, такие темы, как если вот деторождение, вот есть, да, то есть, можно планировать пол ребенка. Представьте себе, то есть, астрология объясняет, какой день зачатия будет, будет мальчик или девочка родиться. Представляете, то есть, вот, либо в неведении, там, вот, люди некоторые, там, хотят, там, чтобы у них, там, один пол ребенок родился, 10 детей, там, родили одного пола, другого нет. А просто всего лишь один день ошибка была зачатия. Потому что они через день идут эти дни. Понимаете, вот, и все. Да, это все планировалось. Это, кстати, и сейчас многие семьи, которые в Индии планируются. Люди, которые обращаются к физическим астрологам, они знают, планируется пола ребенка, планируется самое благоприятное время разминя, более того, можно планировать, в общем-то, если есть предпосылки для того, чтобы ребенок занимался тем или иным, той или иной специальностью, можно это запланировать. Интересный факт, вот, в Веках описывается, знаете, как-то, вот, ребенок начинает ползать. И как родители определяли, кем он должен стать. Знаете, как? Очень простой был метод. Две какие-то приманки на полу были, да? В какую сторону поползет? Да, правильно, только не две, а четыре. Четыре? Да, имелось в виду четыре кастра, это Браманы, Шатри, Вайши и Шуды. И в одном углу стояли книги, какие-то, скажем, это Браманы, это учитель. Во втором углу стояли доспехи какие-то, там, ножи-мечи. Военные там что-то. В третьем углу были предметы земледелия, да? Ну, и в четвертом углу там было зерно, скажем, там, то есть это торговцы. Вот эти Вайши, это торговцы, в принципе. И запускали туда ребеночка, который только мог ползти. Вот куда он поползет, какой угол он поползет. Кстати, интересно, интересно. Да. А он по наитию полз, куда я могу привлекать. А он по наитию. То есть, о чем идет речь? Вот как я, допустим, делаю, когда он у меня просто с консультацией, то, в общем-то, есть в нумерологии. Один из подходов есть такой. То есть, жизнь делится на две части. Ну, грубо говоря, там, 75-80 лет, примерно. Вот 40 лет человек живет под влиянием одного числа, обусловленного планетами, под которым он родился. А второго он живет, вот, то, что Ян, допустим, называет, кармическое число. С чем он уйдет? С какими способностями он уйдет? В новую жизнь? То есть, когда он уже воплотится в новом теле. То есть, то, что называется инкарнацией. И вот, если он родился, вот, скажем, сегодня 5-е число, 5-е, да? То есть, это планета, ну, по-ведической, еще раз по-ведической терминологии, пятерка, это у нас Меркурий. День, три да. Так вот, ну, соответственно, качество меркурианца, это там КВНчики, это чувство юмора, ну, много всяких нюансов не буду вдаваться, но суммарное число рождения года, месяца и там дня уже может за другую цифру. И вот тогда человек, соответственным образом, перейдет уже с другими воплощениями и родится уже с совсем другим предназначением. Так вот, когда планируется, скажем, дата рождения, то, в принципе, можно это все, ну, теоретически еще раз, можно запланировать. И тогда этот ребенок, потому что, когда он рождается, он рождается еще раз, с теми качествами той жизни, в которой он был до того. Поэтому, в принципе, у него есть память, вот это, а мы знаем, что у детей это все очень и очень четко видят, они видят то, чего мы не можем видеть. И поэтому он ползет туда, вот куда его тянет его природа, это называется природа человека. И человек должен идти в соответствии со своей природой, он должен жить в соответствии со своей природой. А «люблю, не люблю, нравится, не нравится» – это детский сад, то, что называется, понимаете. Вы должны знать, о чем идет речь. Так что, ну, вот такая, краткий аксус, будем говорить. Ну, что ж, уже передача к концу уже подходит. Да, заключение нашей программы, у нас был некоторый сбой, правда, между частями нашей программы, мы их соединим. Хорошо, Андрей, спасибо вам большое за ваше время, как всегда, было действительно очень интересно. Ну, и мы будем встречаться в следующий понедельник. Вы еще не уезжаете. Да, я пока никуда, у меня очень насыщенный, это вот январь будет, вторая половина января, так что, все новогодние праздники с Андреем Бухариным на Сангейс-Радио каждый понедельник в 16.30 в московском время. Да, время у нас остается прежнее, время у нас, правда, в Соединенных Штатах поменялось. Теперь 16.30 – это 7.30 утра. Ну, ничего. Ну, 12, 19, 26 декабря, то есть у меня пока без изменений. Ну, вот, смотрите, 26 декабря, да, 26 декабря. А это вам задание на следующий раз, я вам даю, так скажем. Проанализируйте вот эту дату, 25-26 число, это у нас Рождество, Крисмос. Так уже говорили уже, что там опасности есть серьезные какие-то. Ну, тем не менее, может быть, дальше будет виднее. То есть не рекомендуется, не рекомендуется путешествовать в это время. Дорогие друзья, будьте внимательнее. Самолетами причем. Да, самолетами. В опасности. Ну, в основном, я говорю, на серединных точках самолеты там проблемы имеют. Ну, вообще, надо не догматизировать это, не думать, что если не рекомендуется, значит, все там авиасообщения прекратились. Надо все индивидуально. То есть у каждого свой индивидуальный программ, то есть свой гороскоп. Поэтому кому-то действительно опасно, а кому-то нет. То есть это в целом, что тренд повышен, что больше, ну, скажем, какой-то нестабильности в дальних путешествиях это присутствует. Но это не значит, что все человечество, там, что-то с ним произошло в дальнем путешествии. А и до этого, там, конец там, он хороший, кстати, для ментальной деятельности. Там, солнце с Меркурием соединение. Вот сейчас уже Меркурия останавливается с 19-го числа. Вот это уже с 12-го числа следующего понедельника уже потихоньку начнется ощущаться очень. Вот. С каждым днем. Да, об этом мы и поговорим. Об этом и поговорим. Поэтому сейчас хочу сказать, что эту неделю еще ловите момент, уважаемые слушатели с НГС-радио. Неделя с 5-го декабря по 10-й она очень и очень благоприятна по сравнению с теми следующими периодами, которые будут в декабре месяце. То есть сейчас и растущая Луна, и еще директный Меркурий, и Солнце 60 градусов к Юпитеру формирует аспект. То есть, несмотря на соединение с Сатурном, то есть соединение с Сатурном позитивное, потому что аспект Юпитер хорошо аспектирует это соединение. То есть, в принципе, неделя вот эта, используйте ее, вот все, что можно там, начните, какие важные дела рекомендую, потому что начинать новые дела уже во второй половине декабря, они будут неэффективными, как правило, и малорезультативными. То есть, вот сейчас то время, а потом следующий период начнется благоприятный после 8 января 2017 года. Вот такая астрологическая рекомендация на общую астрологическую погоду на небесах. Спасибо большое, Андрей. И до новых встреч, дорогие друзья. Мы рады, что вы были с нами. Всего доброго вас. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова